День города День пограничника, день города, день сотой тонны наддоев каких-то не имеет значения? На молота зернобобовых каких-нибудь. Нормально. Но чтобы все вышли, чтобы было релаксно, чтобы все отдохнули. И поэтому, когда говорят, что ничем у нас не удивит... Да что вы хотели удивить там? Ну давай, что мы тут устроим авангардистское какое-то шоу, давайте гей-парад устроим, что называется. Ну да, чувство верующих потревожит. Конечно, конечно. Нет, вот все-таки, какие же события, по вашему мнению, в этом году, они выходят за рамки традиционного чествования Дня города? Вот концерт Кадышева, например. Это круто. Изюминка, я понял, да. Изюминка и тоже народ говорит, чего там Кадышева. Но вот если подумать, что для большинства людей Кадышева, как вот это прямо Мадонна, тоже нормально. А какие-то альтернативные вещи, они были вот, ну не то, какие бы старые там, рокеры, арабески там назывались и прочее, прочее. Но тут есть другая сторона. Я вот на Кадышеву смотреть не пойду. Я знаю людей, которые на Кадышеву не пойдут. Это вкусовщина, ну что вы? Так, всем мил не будешь. Я к Кадышеву отношусь не очень хорошо. Я понимаю, что власти, если они принимали это решение гипотетически, да, но там же были спонсоры, как известно. Может быть и спонсоры принимали решение, а деньги там давал один из заводов, там заявлено, как спонсоры. Может быть собрали, говорят, ребят, кого вы хотите услышать, арабески или Кадышеву? Кадышеву. Михаил, все понятно. Да, может быть тогда вас и нас тоже удивит медведь, который выйдет на велосипеде и олицетворяет новую жизнь Барнаула нынче. Ну, вот только медведей на велосипеде нам и не хватало, на самом деле. А лучше бы на судне на воздушной подушке, чтобы по нашим дорогам передвигаться. А лучше бы на танке, на самом деле. Ну, медведь, да. Вот я помню, какие-то, знаете, древности, там какие-то все воздушные шары летали. Сейчас, по-моему, воздушным шарам летать запрещено, а раньше летали. И один мой знакомый, журналист известный, упал с воздушного шара и прямо потребовал, чтобы в травку, там, что-то ушибся, чтобы было там, что за болевание. Упал с воздушного шара. Ему так написали, он ходил, всем показывал. Нет, ну, все-таки, так скептично про медведя-то, все-таки новый символ города, я надеюсь, он станет. Вот когда на... Который ходит по городу, вот известный календарь, помните такой? Конечно, когда прошла пиар-акция про купание слонов, цирка, народу набилось ужас, ужас сколько. Любят у нас люди крупную скотину. Что тут скажешь? Нормально. Я так хорошо к медведю, в общем-то, отношусь. Я, конечно, не считаю, что, может быть, для города это немного обидный символ, но как шоу, пожалуйста, я даже хотел на слонов пойти. Хорошо. И животные вам не милы, судя по всему. Да я за, я за, елки. А все-таки Нагорный парк, лестница отличная, которую восстановили. Ну, в общем, и прошлая была неплохая, но это в два раза лучше. Или в три? Да лучше, конечно, но, понимаете, у нас же ведь как, люди нас всем недовольны. Вот я просто боюсь, что вот это первое, у нас так все идет волнами. Сначала там никто не знал даже, а, снесли что-то, потом пошел восторг. Сейчас восторг понарастающий. Потом мы видим, сейчас люди начали писать. На лес не хватает мусорных корзин, на лес не хватает того, на лес не хватает его. Их раньше вообще там не было, ну теперь уже. Ну, конечно, а те, ну кто про это помнит? Урны, давайте, давайте людям урны, да. Но вы все-таки пойдете на День города? Конечно, но я, знаете, как говорил поэт Осип Мандельштам, иногда хочется изваляться в толпе. И вот если у меня будет настроение, вместе со всеми, пора, по-другому изваляться в толпе, я пойду, я за, я еще говорю, я за то, чтобы этот праздник был. Ну, вот, ну скептик такой, как я, ну что делать со мной? Я тоже преодолею, может, скептицизм. Давайте веселиться, елки. Прекрасно, спасибо большое. У нас в гостях был Михаил Гундарин, главный редактор журнала «Барнолл-Литературный». И он за любой праздник.